Вы смотрите деловую программу «Ресурсы». С вами Алмаз Ашим. Здравствуйте! Казахстан намерен расширить экспорт отечественного зерна и выйти на новые рынки, в том числе на территорию стран Северной Африки, Ближнего Востока, Китая и Юго-Восточной Азии. Об этом финансовому журналу ЛСМ сообщили в Министерстве сельского хозяйства. В ведомстве пояснили, что поиск новых маршрутов выхода на более объемные рынки связан с неполной реализацией экспортного потенциала страны. Казахстан в настоящее время экспортирует 6 миллионов тонн зерна, тогда как его потенциал оценивается в 8-9 миллионов тонн. Традиционными импортерами казахстанского зерна являются страны Средней Азии, а также Афганистан, Азербайджан и Иран. По этим маршрутам за последние 5 лет было продано более 6 миллионов тонн зерна. 76% от этого объема составляет экспорт муки. А вот северному соседу России Казахстан за последние 7 лет экспортировал более 2,6 миллионов тонн зерна. Объем экспорта муки за указанный период составил 24,6 тысяч тонн. А с января по мая текущего года в Россию экспортировано уже около 9 тысяч тонн казахстанской муки. Акционеры Казахмыса путем голосования одобрили решение о реорганизации группы. Завершение преобразования ожидается до конца текущего года, сообщает пресс-служба компании. Реорганизация группы предусматривает передачу зрелых активов Карагандинской, Жизказганской и Балхарской производственных площадок компании «Купрумхолдинг». Ожидается, что в составе публичной компании останутся 4 действующих рудника и 3 обогатительные фабрики Восточно-Казахстанской области, а также 3 проекта роста Боша-Коль, Ахтогай и Коксай, а также рудник Бозымчак в Кыргызстане. Решение акционеров прокомментировал генеральный управляющий директор группы «Казахмыс» Олег Новочук. Голосование акционеров – важный шаг на пути к достижению нашей стратегической цели по созданию низкозатратного, эффективного и ориентированного на рост производственного профиля. Уверен, что в будущем обе компании получат новые возможности для дальнейшего независимого развития. Правительство России ввело запрет на госзакупки товаров зарубежной легкой промышленности. Только страны Таможенного союза могут участвовать в размещении заказа для обеспечения федеральных нужд товарами легкой промышленности. А поставляемая продукция этой отрасли должна быть изготовлена только из российских материалов и полуфабрикатов. Соответствующее постановление размещено на сайте Кабмина Российской Федерации. Принятые решения направлены на поддержку производителей товаров легкой промышленности государств, членов Таможенного союза в условиях членства России ВТО, отметили в российском правительстве. Кабмина Российской Федерации Самая большая сумма налоговых выплат приходится на ТО «Тенгиз Шевройл» – 1,3 триллиона тенге. По сравнению с 2012 годом отчисления уменьшились на 1,6%. Вторым крупным налогоплодельщиком стала компания «Октоби Мунайгаз». Ее совокупные налоговые выплаты в казну в 2013 году сократились на 10,6% до 282,2 миллиарда тенге. Третье место в рейтинге занимает акционерное общество «Мангастаум Мунайгаз». Его суммарная величина налогов, выплаченных в 2013 году, демонстрирует снижение на 0,6% до 266,7 миллиардов тенге. Наша программа подошла к концу. Посмотреть ее еще раз или же ознакомиться с предыдущими выпусками вы можете на сайте 24KZ. Пока это все. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok